Наш выпуск сегодня фактически специальный, ведь большая часть сюжетов будет посвящена празднику 1 сентября. В этом году в нашем городе впервые сели за партой 6 тысяч первоклассников. Как отмечали День знаний в Запорожье области в наших следующих сюжетах. 1 сентября, пожалуй, больше всего ждали здесь, в Кушугумской специализированной школе «Интеллект». И ожидание это было тревожным. Успеет ли открыть школу в срок после реконструкции – вопрос, который волновал и учителей, и родителей, и детей. В последние годы школа считалась аварийной. В 2010-м ситуация максимально обострилась, когда начали разрушаться перекрытия второго этажа. В марте началась реконструкция школы. К 1 сентября успели закончить первый этаж здания. И на День знаний Кушугумская школа принимала гостей. Мы должны признаться, что мы не сделали все здесь, что должны были сделать. Обязательно в ближайший месяц это все будет закончено. Мы закончим второй этаж, и здесь будет второе открытие. И действительно, я возьму под свою опеку эту школу, раз есть поручение президента. Я думаю, мы ее сделаем, если не самое лучшее, то одно из самых лучших в нашей области. 1 сентября в Кушугумской школе была самая представительная делегация высоких гостей. Новый компьютер-интеллекту вручил министр промполитики Дмитрий Колесников. Расстроганный первоклассниками министр даже припомнил, кем мечтал быть в их возрасте. Если честно, мечтал быть астрономом. Потом передумал и стал инженером-механиком. Сегодня в Кушугумской школе начали работать 25 классов. До окончания реконструкции ребята будут учиться в две смены. И уже в октябре сотрудники интеллекта надеются отпраздновать второй полноценный день рождения школы. 1 сентября – праздник начала нового учебного года. Прежде всего для учеников, студентов, учителей и преподавателей. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. Много раз, много раз научиться нужно. Научиться считать и читать учебник, чтобы мог каждый стать умным, как волшебник. Для первоклассников сегодня состоялся первый в их жизни урок. Учительница познакомила детей с классом, в котором они будут учиться целых 4 года, и подарила первую книжку – букварь. С нежарким солнышком согреты, леса еще листвой одеты. И у малышей в руках букеты день хоть и грустный, но веселый. Грустишь ты. До свидания, лето. И радуешься. Здравствуй, школа! Поздравить детей с Днем Знаний приехали представители «Мотор Сич». В этом году предприятие подарило более 30 школам района спортивный инвентарь, футбольные, волейбольные мячи, а также спортивные сетки. Традиционно в День Знаний представители нашего предприятия, акционерного общества «Мотор Сич», поздравляют школы района с этим праздником. Мне выпала честь в 12-й школе, которая ближе всех находится по географически, по расположению возле завода. Поэтому я счастлив поздравить детей, преподавателей, родителей и особенно первоклассников. Торжественная линейка не обминула и Запорожский лицей номер 34. Праздничное настроение, улыбки отдохнувших и готовых к новому учебному году детей наблюдали наши корреспонденты. Мирослава, новоиспеченная ученица первого класса, к сегодняшнему Дню Знаний подготовила стихотворение. Татой маме, нам божай, дури, счастливы, кит и кит. Школа, рада, нас витали, первоклассники так и. Для первоклассников это ответственный в их жизни день. Кто-то с огромным желанием ждал поступления в первый класс, а кто-то не совсем хочет. Боится, наверное. Женщик. Женщик. С гуманитарным уклоном. Общая образовательная и школа искусств в одном комплексе. Наравне со средним здесь можно получить второе гуманитарное образование. Называется все одним словом – коллегиум. Коллегиум 98 в рейтинге 100 лучших школ Украины и обладатель титула – флагмана образования и науки. Дети получают знания, довольны и друзьями, и преподавателями. Мы любим нашу школу, потому что я считаю, она самая лучшая в районе. Эта школа как бы родная уже стала для меня. Здесь все у меня – и друзья, и знакомые. Хорошие учителя, директор. Хорошая учеба, нормально дают учителя учебу. Образование будет нормальное, если учиться, конечно. Эти дети – это будущее нашей страны. Энергичное, молодое, талантливое. Дай Бог им здоровья и процедали. День знаний в коллегиуме сегодня первый не только для первоклассников, но и для нового директора. Три высших образования уверена, с работой справится. Рассчитывает поддерживать высокий статус и двигаться вперед. Ученики и педагоги только за.